С открытием конкурса имени Чуйковского в Большом зале консерватории ждут Владимира Владимировича Путина, которому покажут обновленное после реконструкции здание. На реконструкцию ушло 5 миллиардов государственных денег. И это очень существенное вложение. Впервые ремонтируют здание с 1901 года, когда консерватория открылась. Это был инновационный проект. Архитектор Загорский даже установил подвесной потолок в Большом зале консерватории, чтобы улучшить акустику. После реконструкции акустику улучшали другим совершенно способом. Наоборот, сняли пол и полностью заменили покрытие. Говорят, что просто зал не узнать. Что говорят гости мероприятия? Давайте их послушаем. Я своим камерным хором выступал 10 июня здесь на освещении Большого зала, когда был митрополит Илларион. И потом был небольшой концерт. И присутствовал ректор консерватории Александра Сергеевича. Мы пели на сцене Большого зала. Это практически был первый концерт. Я счастлив, что мы были первыми. Мы спели произведения Бортнянского, Рахманинова, Чеснокова, Прокофьева. Акустика замечательная. Лучше стала. Что изменилось после реконструкции? Добавили 33 тысячи квадратных метров. Обновили инженерные коммуникации. Восстановили даже витраж с образом Святой Цицилии, который нашли на фотографиях 1901 года. Здание осветил митрополит Волоколамский Иларион, тоже, кстати, выпускник консерватории. И говорят, здесь появится кондиционирование, наконец-то. Но только в 2012 году. Уже не знаю, как мы переживем это лето. Надо сказать, что бывший министр культуры Александр Соколов назначен на должность ректора консерватории. Он, собственно, и занимался ее реконструкцией. С этой должностью, с этой ролью справился. Специально для конкурса Чайковского и к открытию большого зала была издана книжка, где всех участников конкурса и нас с вами, зрители, поздравляют. Медведев, Путин, Собянин, Матвиенко. Видимо, все тексты писал им один рерайтер, один спичрайтер. Все они желают нам незабываемых впечатлений. Будем надеяться, что мы их получим. Коллеги.